ребята всем привет всем привет и мы продолжаем немного температуре но мы не сбиваем там 37 4 это такая температура у деток до года может быть и 37 и 5 там много факторов терморегуляция не налажено еще и зубы могут ну в общем это уже нормально что чувствует себя великолепно угорал сейчас я когда работал слышал да не ожидал там он наверное час наверное с ним просто покажешь смотрим на пол потому что пришел делает зарядку здесь всячески отвлекает нас погладьте пузико меня не посылает wildberries забрать сейчас поеду на машине потому что что-то много всего заказала да а там таблетки для посудомойки мы заказали две коробочки да у нас заканчиваются еще что ну в общем молоко помогли для душа детское молоко на общем тогда есть что тащить тяжело я сейчас даже чтобы не заморачиваться сейчас быстро прокачусь заберу пока кстати если пятерочки видел детское молоко но она там стоила 36 рублей за 200 граммовую пачку вот которая можно которая идет не с трех лет а именно вот детки месяцев да она есть но я купила за 270 рублей 12 штук то есть очень выгодная цена ну выгодно да ладно я поехал потому что там сейчас прибегут уже все с работы будет очередь до самой москвы да я хотел сказать почему сегодня получилось так поздно выйти на связь куда не до ночи была температура но это его индивидуальная реакция он каждую вот каждую прививку за исключением первых его прививок которые первое пентаксин вот первое в общем гепатита у него не было никакой реакции а вот на вторые и третьи прививки которому делают одни и те же у него возникает ли реакция вот у него сейчас была вторая прививка от коклюша нет нет коклюша от пневмокока вот я перепутала и у него да вот пошла реакция такая температура а вот и ему ночью было видимо не очень хорошо он просыпался каждые 30 минут мы с ним очень плохо сегодня спали я еще и переживала тоже не могла уснуть только под утро немножко там поспали и все пучка 5 сеток а я переживала что у него болят ножка вот этот болит потому что он обычно когда просыпается он садится или встает он не вставал он не садился он хныкал немножко я ему там молочка давала накрывала и он снова засыпал через полчаса опять вставал опять засыпал опять вставал и вот так вот практически всю ночь мы с ним провели и сейчас то все хорошо уже понятное дело и нога нормально мы особо так не давали сегодня на 1 раз давали потому что у него с утра была температура мы дали на рафен и вот сейчас 37 и 4 но он себе великолепно чувствует он ходит он встает ползает быстро все движения все ножка у него сегодня не болит а он уже в кровати он сейчас сидит отдыхает вернее не сидит а стоит переход ходит там вдоль кровати вот поэтому сейчас все нормально и соответственно я его распутила но я его не то чтобы разбудила сам проснувший 40 я думаю надо померить температуру потому что ночью не удавалось померить температуру давать ему не давать жаропонижающие его садила смотреть мультик померял температуру потом общем пошла кушать готовить приготовил мы позавтракали все вместе как раз день проснулся и буквально наверно до 10 часов мы с ним поиграли и все и потом мы с ним вдвоем легли спать и спали два с половиной часа еще потом я проснулась поняла что я вчера не мясо ничего не вытащила у нас обедать нечем и и бегом тоже опять судил мультики смотреть дима говорю посреди за ним если что сама сгоняла магазин купил сарделек даже не показывала распаковку потому что очень быстро бегом бегом сидела даже понимала что ребенок голодный и дима тут уже обед нужно кушать варить в общем сварили мы гречку отварили данюшке сделала я этим цену капусту отварила потом с яйцом поиск пожарила без масла и он ел гречку цветную капусту и открыла мясо кролика ему из баночки не было меня никакого не сварили ничего не сделали но ничего страшного нас эти баночек запас есть на всякий случай вот так вот мы будем их открывать периодически ну что данек уснул дима приехал уже сходил с лучом погуляем да лучик ты довольны погулял сходил погулять вот что дима забрался в альбери всегда ты говоришь немного на самом деле много тяжело тащить так что это такое вот молоко 8 месяцев плюс 8 плюс фрута няня молоко и она здесь 12 патч по 200 миллилитров буду каши варить пробовать не знаю если не подойдет ему сейчас попробуем если подойдет сами будем пить его ну вот здесь наверху написано до седьмого месяца 21 полного полгода он и сделал 6 числа у него маленький срок годности просто да поэтому все говорят что полгода где-то там как раз так дальше что дальше такие таблетки мы берем они нам очень нравится для посудомойки 60 в одной но мы сто двадцать пятьдесят брали упаковка здорово очень надолго хватает и нам на 150 таблет участном где-то хватило четыре с половиной на наш любимый гель для душа вот такой вот здесь не видно вот фирма мы со стороны написано сейчас в перекрестке продается на сеток да мы такой очень любим что еще фэри тоже без запаха без вкуса без цвета потому что в соседних магазинах людей нет нету ни маленьких крышечка а мы переливаем вот это но она нам без надо это не важно мы просто откроем перельем и еще я себе заказал тушь для ресниц и бибишный крем сейчас их распакую покажу так вот такой крем бибишный мне очень нравится эта фирма она недорогая делают это в господи беларуси беларуси и тушь такую же взяла попробовать я по-моему же брала тушь мне кажется просто не такую поэтому отзывы хорошие и дорого и сердит кисточку вот так дешево сердит дорог я заговариваюсь ничего страшного бывает все сейчас будем пить чай да лучик ты тоже чай будешь пить моночку видел на ветер там очень-очень сильный привет огурчик сейчас возьму тебя возьму тебя сейчас играть так даня теперь и ужинает да данюш обедаешь завтракаешь и ужинаешь ввели мы ему ужин сегодня гречка вот мясо тут вот это пюре и что это цветная капуста с яйцом вот принципе обедал он практически тем же самому что у него овощная была туры приятного аппетита тебе наконец-то у нас добрались руки до наших морепродуктов и мы решили сами приготовить пасту томатную из морепродуктами и здесь процесс короче говоря кипит будем все делать единственное нет одного ингредиента лучик почему же сухим наоборот в общем сейчас нашли рецепт классный принципе все стандартно все обжарить отдельно просто сварить отдельно и все смешать и так далее ничего сложного здесь такого нету в процессе мне сложно говорить сейчас потому что аж плюни ребята посмотрите какой шедевр кулинарного искусства гребешок и у меня тоже здесь даже крепишь один попался это просто пахнет бомбически все готовили по лицу мы смотрим тоже там какая-то кулинари да всем приятного аппетита и нам тоже ой как хочу съесть сегодня мы не ходили на прогулку только я вывел лучик который обратно обрадовался этому мероприятию но там ветрища задавал серьезный который показывает еще температур 374 данюшка все-таки есть температура но поведение вроде более-менее нормально у него нормально бесился весь день ржака стоял я только слышал ржака в соседней комнате пищал просто было у него такое веселое настроение видимо после вчерашнего ныне сегодня прям оторвался взбодрился просто я не помню чтобы он только смеял да я наверное тоже ребят на самом деле хотел поговорить на тему бронирования и поездок на будущее лето и ночью вчера мне взбрело в голову все-таки посетить букинг еще раз дополнительно прошерстить посмотрел что есть по новороссийску поскольку нам там все-таки приглянулась и понравилось и все-таки читаю какие-то новости последние статьи европейские там и российские все-таки говорят что не откроет границу но перелета возможно как мы уже понимаю многие летают и в америку многие летают и в европейские какие-то определенные страны я так понимаю открыты там туре турция египет марокко африку можно улететь но переехать через границу но что нельзя во первых хочу сказать что цены обезумевшие просто это какое-то вот то что нравится то что нужно апартаменты там паркинг собакой чтобы с кроваткой детской чтобы там бесплатно отмена бронирования и тогда вообще много критериев у нас разных ну достаточно простых на самом деле но тем не менее какие-то цены обезумевшие а сегодня мы еще столкнулись с такой ситуации я заразил они все-таки она тоже поеду ловбу кинг после этого и нашла тоже классный апартаменты мы забронировали и тут же мне присылают вот сап хозяин апартаментов женщина что так то так то вам нужно оплатить за первую ночь на мою карту говорит сбербанк вот реквизиты мы сталкиваемся с этим впервые потому что обычно если бронь идет через букинг то оплату забирает букинг даже за первую ночь да то есть он с карты замораживает эти деньги а тут человек пишет что отправьте мне на карту сбербанк вот вам реквизиты гарантированно будет ну типа обязуюсь вернуть если будет отмена брони но получается что гарантии никаких то есть абсолютно никаких человек под честное слово говорит я обязуюсь вернуть мы столкнулись с этим первый раз я написал букинг техническую поддержку они говорят что да это такое ну аля нововведение насколько я понимаю но они не распространяются об этом они говорят вот если написано без наличный наличный расчет значит все наличные расчеты видимо и перевод на карту в том числе с хозяином происходит но мы не решились отправлять на самом деле деньги на карту мы пока смотрим еще дальнейшие варианты если бы этот вариант был прям вау и вау можно было конечно но неплохо на самом деле он все-таки два кодея но есть и минусы все-таки мы смотрим что там нету дверей двери нету нет комнате а у нас да не спит днем хотя бы один раз ну бывает два раза спит еще и вечером нам что делать но и мы тусили в анапе на кухне там был диван там был и двери закрывались дверь закрывалась мы могли ноутбук и в телефоне и разговаривать спокойно да и разогревать еду а тут получается что мы будем на цыпочка ходить чтобы до не разбудить сами нормально не поедим ну то есть много но и опять же очень много вариантов где нельзя животными либо написано за дополнительную плату 33 варианта с животными можно то есть там очень много сразу отсеивается когда ты выбираешь опцию что можно с домашними животными ну я планирую все-таки не ограничивать и возможно там списываться хозяином при броне какой-то дополнительно узнавать потому что ну очень урезано и цены цены ребята вообще какой-то безумный и столкнулись еще с одной штукой что практически нельзя забронировать не оплатив предоплату либо это одна ночь либо списываются деньги в полном размере либо списываются деньги за 30 дней до приезда за 15 всех всех по-разному по-разному данные предоплата практически 90 возвращается конечно но мы в поисках мы ищем мы смотрим мы можем забронировать сейчас несколько вариантов потом определить нет если получается мы было бронируем несколько вариантов там условно 2 500 стоит ночь это условно то есть нам на 5 вариантов нужно заморозить вот такое количество денег получается да ну это не очень круто и все-таки планируем забронировать пускай будет списана плата там за 15 за 30 не полностью в карточке но это мы не морозим деньги сейчас но и все-таки мы не теряем надежды что будет от больше польша очень хочется чтобы ее открыли но я свои нюансы это все-таки визы это страховка бюджет рукой это паспорт донюшин другое но как бы мы в принципе готовы были бы если бы открыли мы хотели конечно из чехию захватить там построили уже маршрут себе начали смотреть что как но если планирую чехию это будет вообще совсем другой космический бюджет потому что все-таки евро это там не евро ходит все-таки в чехии свои там валюта но тем не менее бензин стоит под соточку где-то кита я могу сказать что стоит столько же или даже дешевле в ночь супермаркетах в польше стоит дешевле еда чем здесь это сто процентов также в чехии плюс минус но не дороже это точно броня жилья стоит дешевле чем новороссийская чем на россии а качество апартаментов гораздо выше вот мы посмотрели варшаву там просто шикарный апартамента можно любой выбирать просто центре города просто в старом центре города там вменяемые цены но если честно не ожидал такого от новороссийска не самый туристический город практически там же промышленный промышленный портовый да там есть пляжи с галькой есть этот мыс там и так далее но мы были вот в прошлом году не туристический вообще можно сказать это минимально какой все-таки она по где да там геленджик там сочи крупные города ну новороссийска страница наш я смотрел геленджик там цены еще дороже там вообще все теперь нету запретов на поездку по россии получается и соответственно все звентили ценник все установили предоплату и новая фишка видимо booking идет навстречу хозяевам объектов размещения и разрешает им на собственную карту принимать деньги раньше такого вообще никогда не был и поэтому мы столкнулись впервые с этим и я говорю даже в поддержку написал всегда списывал booking даже если четко все плата booking всегда списывал и мы не переживали но то есть это гарантия то есть где гарантированно возвращаясь через эту площадку ты можешь зайти грубо говоря на любой сайт амавито или еще что-то циан какой-нибудь и выбрать также договориться и отправить средства дядечка тетечки но тут как бы ты понимаешь что у тебя есть гарантия что твои деньги не куда-то уйдут это не мошенничество или не ну мы уже давно сотрудничаем и они пришли к тому же что и ну и что и все хотели да ну что и все идут на уступки да мы понимаем скорее всего они тоже карты привязывают к booking и booking если что у них на карте может заморозить средства если он на наше может значит и на их тоже можно да мы предполагаем на самом деле поддержка вот честно говоря общался я с ними в чате онлайн прямой прямой чат был но не созванивался в этот раз потому что долго там дозваниваться достаточно списывался и четкого вменяемого ответа об изменении политики оплаты не получили конкретно не раскрывает наверно свои договоренности с тем кто дает квартира они отвечают так уклончиво общими фразами из которых можно опять же сделать какие-то мы даем они они уже мы даем гарантию у вас а что они говорят что не то что мы гарантируем не дают никто гарантию не вообще здесь в этой ситуации они говорят что мы контролируем этот процесс и вы можете быть спокойны что средства сто процентов если при отмене брони вам вернуться но гарантию не дает не букинг гарантия не дает владелец все говорят мы обязаны но обязаны только на слова потом просто можешь замучиться и все средства свои выбивать они там скриншот сделать чекнуть все ерунда на самом деле немножко не выглядит но это может быть действительно стала рабочая такая схема но выглядит немножко как что непривычный супер да как то пока мы не доверяем этой схеме и не понимаем но если так будет мы сейчас будем бронировать и так пойдет возможно придется как как-то где-то но если прям вариант нас очень устроит на сто процентов в общем но это все равно позитивная мы приступили к активной брони и реально я вчера вот у меня почему-то ночью приходит такое знаешь что все у меня ночью не приходит потому что телефон мой ночует на кухне теперь может быть она кушаем но видите я я что все-таки нашел одно местечко можно с лучиком можно с бесплатной бронью то есть реально бесплатной ты не плачь не предоплату ничего но вместо мы пока смотрим как бы первая попалась в неплохой я забронировал вот смотрим еще может быть будем другие варианты все-таки рассматривать новороссийск не панацея хотя нам там понравилось проглянулась но еще в тот раз мы в сентябре хотели до посмотреть новороссийск но ничего не нашли для себя подходящий ну как бы правильно дима говорит краснодарский край насыщаешься мы были два раза в прошлом году и как-то ну других мест наверное у нас нету смотрим чтобы да есть по сути есть но туда тоже кашпий да есть свои нюансы которые может быть разберем следующей нашей передачи будем прощаться потому что уже заговорились наверно пойдем тоже уже спать потому что данюшек только недавно я уснул да он полчасика только спит завтра может быть выползем на прогулку ребята всем позитива с вами были они дима сугроба не пропустите наш следующий видосик который выйдет 7 часов утра по московскому с вас подписка лайк и комментарий все всем пока оппозитива